Время новостей на телеканале Север в студии Алина Вучейская. Здравствуйте! И вот о чем расскажем сегодня. В Неницком округе потерпел крушение частный вертолет. Авиакатастрофа произошла в районе Константиновского мыса в Баренцево море. Погиб пилот. В Заполярье нет заболевших коронавирусной инфекцией. На самоизоляции находится 103 человека. Помощь в доставке необходимых продуктов, медикаментов и предметов гигиены оказывают волонтеры оперативного штаба. Они знают все о погоде. Поздравления принимают метеорологи. В нашем эфире расскажем о тонкостях этой важной профессии. И начнем выпуск сообщения об авиакатастрофе, произошедшей в Заполярье. 21 марта в районе Константиновского мыса разбился вертолет Белл-206. Пилот погиб. Пассажирка с различными травмами была доставлена в Неницкую окружную больницу. Как сообщили в Главном управлении МЧС России Панао, вертолет вылетел из Наринмара 21 марта в 10.05 и направлялся на метеостанцию северного УГМС, расположенную на Константиновском мысе. В результате поисково-спасательной операции, проведенной региональной поисково-спасательной базой Росавиации и Наринмарским объединенным авиаотрядом, было обнаружено тело погибшего пилота. Женщина-пассажир в тяжелом состоянии была доставлена в реанимационное отделение Неницкой окружной больницы. Причины катастрофы устанавливаются. По факту крушения частного вертолета в Неницком округе возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 Уголовного кодекса России нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека. И теперь к другим новостям. С сегодняшнего дня Россия ограничила авиасообщения со всеми странами из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию. В частности, приостанавливаются все полеты в иностранные государства, за исключением рейсов из Москвы в столицы или крупные города. В списке рейсов-исключений, опубликованном Росавиации, значатся полеты в 146 стран. Под исключение также попадут чартерные рейсы при условии перевозки иностранцев за рубеж и россиян на родину до полного их вывоза. Зараженных коронавирусом на территории Ненецкого округа не зарегистрировано. На самоизоляции находится 103 человека. Семи человек снято наблюдение врача после проведения повторных проб. Эти данные были озвучены сегодня в ходе брифинга, который для журналистов региональных СМИ провели в Департаменте здравоохранения с приглашением представителей Роспотребнадзора. В целом, по словам специалистов, ситуация в Ненецком округе находится под контролем. Мария Даник продолжит тему. Все исследования проводятся на базе Центра гигиены и эпидемиологии Ненецкого округа. На сегодняшний день уже забрано 170 проф, 34 из них за последние сутки. В настоящий момент в наличии имеется 190 тест-систем. Поступление еще 600 ожидается в ближайшее время. Как было отмечено в ходе брифинга, ситуация в регионе находится под контролем. На сегодняшний день в округе приняты дополнительные меры ограничительного характера. Что касается дома-интерната, хотелось бы обратиться ко всем, чтобы отнеслись с пониманием, потому что допуск родственников и знакомых у нас в дом-интернат закрыт, мы принимаем только посылки. Там строгий режим карантина, обработка и посторонних мы никого не пускаем. Что касается социального обслуживания, там также единое ограничение, только осталось льготная гостиница, и то мы сокращаем сейчас объемы и срочную помощь, где граждане находятся до утверждения. Также на сегодняшний день отменены диспансеризации и профосмотры. Доступны лишь медицинские осмотры для тех, кто устраивается на работу. В торговые точки разосланы предписания, в которых говорится о необходимости проведения санитарной обработки. Еще одна мера, которая распространяет свое действие с 20 марта по 1 мая – приостановка назначения и проведения уже запланированных проверок Роспотребнадзором. Управлением Роспотребнадзора по НАУ в настоящее время будут проводиться только проверки, основанием которым является причинение вреда здоровью и жизни граждан. А также проверки, основанием которым является разрешительной функцией, то есть выдача лицензии. Остальные проверки до 1 мая 2020 года проводиться не будут. Всем жителям Нейнского округа Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от поездок не только за рубеж, но и по России. Мария Даник, Владислав Носкин, Телеканал «Север». В Ненецком округе подготовлено помещение, в котором в случае выявления коронавирусной инфекции будут принимать пациентов. Об этом сообщил руководитель департамента здравоохранения Сергей Сверидов. Помещение – один из боксов окружного противотуберкулезного диспансера. Оно рассчитано на 12 коек и на сегодняшний день полностью подготовлено для потенциальных пациентов. Оно на сегодняшний день уже полностью готово. Оно имеет боксы в своем составе. И запас необходимых материалов и прочее там сегодня подготовлено. В поликлинике лесозавода, как это широко обсуждалось в соцсетях, размещение потенциальных зараженных коронавирусной инфекцией осуществляться не будет. Сегодня поликлиника работает в штатном режиме. Данное подразделение не рассматривается ни в качестве использования его для размещения инфицированных, ни для размещения там пациентов в психиатрическом отделении. То есть оно как работало, так и будет работать в том режиме, для которых оно создавалось. Там будет вести прием участкового терапевта и стоматолога. Напомню, случаев заражения коронавирусной инфекцией в Неницком округе на сегодняшний день не зарегистрировано. Продукты и товары первой необходимости с доставкой на дом. Волонтеры оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса продолжают оказывать помощь самоизолированным гражданам. Сегодня добровольцы осуществляют патронаж в отношении семи семей, находящихся на двухнедельном карантине. С одним из них познакомилась и наша съемочная группа. По окончании рабочего дня волонтер Сергей Езенгов направляется в магазин. Сегодня в списке его покупок – куриное яйцо и сосиски. В соседний магазин идем за свежим хлебом. Этот набор продуктов предназначен для семьи, которая находится на карантине после возвращения из-за рубежа. Пишут смс, список продуктов, каких-то вещей необходимых. Идешь в магазин, покупаешь, приносишь никакого контакта, оставляешь у двери, звонишь на телефон. Доставка произведена, потом деньги отправляют тебе на карточку. Во дворе дома семьи Поповых и вовсе появился пункт приема передач. Его вылепили из снега. Туристы на прошлой неделе вернулись из Таиланда и добровольно самоизолировались. Ведь когда в мире объявлена пандемия, очень многое зависит от ответственности и сознательности человека. Мы сразу по приезду, естественно, позвонили на горячую линию. Нас направили по телефону, куда нам еще необходимо позвонить, сообщить о своем приезде. Также я сообщила руководителю о своем приезде. Ну и где-то, наверное, через полчаса у нас уже были медики. Взяли у нас соответствующие анализы. Привезли нам уведомление о том, что мы находимся на самоизоляции. И необходимо не покидать пределы своего дома. Интервью с Марией мы записали по скайпу. По словам девушки, новость о двухнедельной изоляции они восприняли спокойно. И даже нашли в этом массу плюсов. Да мы не оцениваем это больше как изоляцию. Мы оцениваем это как возможность сделать то, чего мы в обычной жизни не можем после отпуска сделать. Вот провели весеннюю уборку дома. Планируем вечером лепить пельмени. Посмотрели всякие ресурсы, которые сейчас доступны для самоизолированных. Узнали, что Большой театр проводит, например, онлайн-трансляции бесплатные. Театр Мечиковского в 7 вечера выступает тоже бесплатно для всех желающих. А также нашли вот курсы, онлайн-курсы бесплатные по английскому и йога. Две недели йоги. Семья Поповых яркий пример того, что во всем можно найти и положительную сторону. Так что если вы возвращаетесь из страны с неблагоприятной эпидемической обстановкой, смело сообщайте по телефонам горячей линии. Там же можно оставить заявку на подвоз продуктов. Напомним, в режиме самоизоляции гражданам в течение двух недель запрещается покидать собственное жилье. В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции. В свою очередь добровольцы помогают таким семьям в приобретении лекарств и товаров первой необходимости. При этом взаимодействие происходит дистанционным способом. Вирус не пройдет. Для того, чтобы избежать новой коронавирусной инфекции, необходимо иметь стойкий иммунитет. О том, какие народные методы применяют по иммунизации организма, а также о медицинских рекомендациях, расскажет моя коллега Наталья Дуркина. Обыкновенно руки моем тщательно. Да мы шубка-то и не боимся этого гриппа. Иммунитет повышаем. Имбирь, лимон, мед. Таким образом. Обычную жизнь веду и не дергаюсь, как обычно. Много гуляю. Зим витамины. Мою руки. Народное средство все-таки. Укреплять иммунитет можно не только с помощью аптечных препаратов, но и используя народные средства. Травяные настои, чай, фруктово-ореховые салаты и смеси. Поддержанию здоровья и профилактики болезней наши предки уделяли большое внимание. Еле в меру устраивали игры на свежем воздухе, еле мед. Особое внимание уделяли закалке. Про закаливание хочу сказать. У наших народов очень большое внимание уделяли воде. Например, конечно же, здесь русская баня. Это закаливающие, профилактические какие-то приемы. А еще, если взять народные праздники, например, летние агрофена-купальницы или Иван-купала. Там было принято на заре, когда еще водичка холодная, умыться этой водой. Или, например, на Иван-купалу надо было в рассе покататься, поваляться, чтобы быть здоровым. Это самые элементарные закаливающие процедуры. Повышение иммунитета народными средствами в совокупности с употреблением некоторых продуктов будет весьма полезно. Например, мед, который содержит целый ряд витаминов групп А, В, С, Е, К и фолиевую кислоту, необходимо принимать внутрь каждый день по чайной ложке. Стоит помнить, что мед должен быть натуральным. Ежедневное употребление орехов не только укрепит иммунитет, но и поможет очистить сосуды от бляшек, а также противостоять заболеваниям сердца. Что касается молочных продуктов, то стоит употреблять ряженку или кефир. Они помогают улучшить процесс пищеварения. Также черноплодная рябина, изюм и виноград благотворно повлияют на повышение иммунитета. Не стоит забывать и о ежедневном потреблении овощей и фруктов. Наши предки большое внимание уделяли питанию. Тогда повсеместно выращивали овощи, очень много овощей, поэтому они были на столе. Это и морковь, это и репа, и свекла, и капуста. Ели очень много ягод, грибов. И знали толк в травах, собирали их и готовили витаминные чаи. В свою очередь врачи рекомендуют выдерживать 7-9-часовой сон, поддерживать физическую активность. Причем не обязательно профессионально заниматься спортом. Подойдут и долгие прогулки, а также скандинавская ходьба. Необходимо избегать стрессов. Также рекомендован отказ от вредных привычек, курению и употреблению алкогольных напитков. Конечно, можно использовать биологически активные добавки. Часто меня спрашивают, какие и так далее. Я, конечно же, не могу это рекламировать, но вообще суточную потребность многих витаминов, и особенно жители севера, не могут потребить именно с продуктами. Но это связано с тем, что у нас с вами белково-жировой тип питания, все же на севере, нежели чем на юге. На юге больше овощей и фруктов кушают. Поэтому, соответственно, часть витаминов, микроэлементов можно нам потреблять именно через биологически активные добавки и витамины. Витамин D, витамин C, особенно сейчас, можно нам использовать. Что касается лекарственных препаратов, связанных с повышением иммунной системы, то их следует принимать только по рекомендации врача. В противном случае можно навредить организму. Конечно же, соблюдение правил гигиены, особенно сейчас это актуально. Это регулярное, частое мытье рук. Это сейчас, перед эпидемией, обработка антисептиками обязательно. Купить себе, купить ребенку салфетки, или есть дезинфектанты в различных флакончиках. Это, естественно, душ, это чистка зубов. Ну, все, что касается личной гигиены, это смена белья своевременная. Самое главное – профилактикой по повышению иммунитета необходимо заниматься непрерывно. В здоровом теле – здоровый дух. Наталья Дуркина, Антон Вдарьков, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Между тем, в регионе отмечается превышение эпидемиологического порога по заболеваемости ОРВИ. Он выше нормы на 21%. За прошедшую неделю в регионе зафиксировано 622 случая заболевания острой респираторной вирусной инфекцией. Благодаря введению ограничительных мероприятий и переводу школьников на дистанционное обучение удалось стабилизировать заболеваемость среди учеников. Заболеваемость школьников ниже эпидемических порогов на 22%. Между тем, эпидемический порог среди детей от 3 до 6 лет превышен более чем на 66%. В настоящее время остается приостановленная деятельность детских садов в поселке Индига, поселке Харивер, поселке Харута, поселке Нельминоз, село Телеска. На территории города Наринмара и поселка Искателей частично приостановлена деятельность в некоторых группах детских садов Солнышко, Ромашко, Аннушко, Гнездышко и Умко. Полное или частичное приостановление деятельности дошкольных образовательных учреждений может быть применено в случае, когда одновременно отсутствует более 20% детей по заболеваемости ОРВИ и гриппа. Сегодня поздравления принимают метеорологи. Профессиональный праздник учрежден по инициативе Всемирной метеорологической организации под эгидой ООН в 1961 году. О трудовых буднях тех, кто знает о погоде, все в следующем материале. Рабочий день метеоролога начинается ровно в 8 утра с приема смены. Далее в 8.30 следует на площадку, где собирает данные, необходимые для обработки. В 8.50 необходимо вбить собранную информацию в специальную программу. В 9.02 выдается синт-телеграмма, которую специалист проверяет и отправляет в Архангельск. За смену метеоролог сдает 4 синтематических срока. Работа требует большой концентрации внимания и серьезности поставленной задачи. Однако бывают и веселые моменты. А еще у нас бывают такие казусы, например, когда говорят, расскажите нам, пожалуйста, что будет там на ближайшее время. И мы начинаем говорить прогноз погоды, который к нам приходит, бюллетень. Мы же сами прогноз погоды не делаем, это делают специальные службы. И некоторые говорят, что нам бы хотелось, чтобы завтра было минус 7. Вот тут мы ничего не можем, мы говорим, что у нас прогноз тот, который есть. Но очень многие заказывают погоду. Например, нам надо завтра, чтобы такой ветер был. Ежедневно два раза в сутки в 14.30 и в 2.30 по всему миру в небо взмывают шары с радиозондами. Подготовка к выпуску идет серьезная. Оболочку разворачивают, присоединяют насос с водородом. Когда шар поднимается на метр от земли, его фиксируют. Затем в точное до минуты время выпускают. Далее через программу от точки запуска идет движение радиозонда, которое показывает основные метеорологические показания, как температура воздуха, влажность, атмосферное давление, направление и скорость ветра. Сейчас прибор находится на высоте 2844 метра. Температура воздуха минус 16 градусов, влажность 50%. Скорость ветра при этом 20 метров в секунду. Возглавляет Наринмарскую метеостанцию Людмила Севастьянова. Еще будучи студенткой геологического факультета, она решила взять себе тему курсовой, виды льдов и их классификации. Вникнув в суть работы, Людмилу, как говорится, затянуло. Поэтому и курсовая, и дипломная были связаны с метеорологией. На этом тогда еще студентка не остановилась и решила пройти конкурс в экспедицию. На 21 день. И когда я уже была в экспедиции, день, наверное, на 10-й, я поняла, что я в любом случае буду работать на метеостанции. Вопрос времени только когда. Когда я вернулась с экспедиции, я уже, наверное, через несколько месяцев увольнялась с предыдущего места работы и устраивалась в ФГБУ Северный УГМС, где, в общем-то, и сложилась моя такая карьера за вот эти пять лет, которые я уже работаю. Два месяца Людмила была учеником. Далее уже получила должность техник-метеоролог. Работала на станции имени Попова, расположенной на острове Белый. Затем на острове Мудюк, Виза и земля Франции Иосифа. Чуть позже Людмилу Севастьянову пригласили в столицу Заполярья Наринмар. Я даже не знала, что есть такой город. Я не знала, как здесь работают, какие люди здесь работают. Но когда я приехала, город мне очень понравился. Место работы мне очень понравилось. Я себя здесь чувствую, как рыба в воде. У нас здесь полностью практически поменялся коллектив. Я не знаю, хорошо это или плохо. Мне очень хорошо. И всех своих сотрудников я очень люблю, уважаю и ценю каждого из них. И оцениваю вклад в работу именно каждого сотрудника. Работа метеорологов сосредоточена на наблюдении за изменениями в атмосфере. Они используют самые различные методы и технические устройства. Специалисты занимаются не только составлением ежедневных прогнозов, но и предупреждением стихийных бедствий. Кроме того, их участие незаменимо в исследованиях состояния окружающей среды, уровня ее загрязненности. В настоящее время у нас нет таких сотрудников, кто бы у нас попал сюда не то, чтобы случайно, то есть не хотя работал. В настоящее время я могу сказать, что нет таких сотрудников. Все сотрудники, которые у нас здесь трудятся, они любят свою работу, они понимают всю ответственность, и они настолько тщательно подходят к работе, что меня это настолько устраивает. И я действительно ценю каждого сотрудника, который работает на метеостанции нашей. Добавлю, профессия метеоролог является одной из самых востребованных в России. Наталья Дуркина, Владислав Ткачев, Телеканал «Север». На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи в эфире.